Привет! Найти хороший смартфон, противоударный и влагозащищенный, сегодня уже не составляет никакого труда. Достаточно посмотреть пару обзоров и можно все понять. Я являюсь владельцем Blackview BV6800 PRO. Вот эта модель. Сегодня у нас в обзоре младшая модель по версии, но по производству старшая. 4900, BV4900, не PRO. Если же вы хотите посмотреть обзор на версию PRO, то смотрите вот здесь в подсказках. И хотя этот смартфон является бюджетный и по цене и по своим характеристикам, но он не уступает по качеству другим современным моделям. Сразу скажу, что у него нет сканера отпечатка пальцев, но у него есть разблокировка по лицу. Десятый Android, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенных, 3 модуля камеры, яркая вспышка, хороший качественный динамик и микрофон и защищенный экран Gorilla Glass. Сверху наклеена пленка. Есть разъем для наушников, есть встроенный NFC. Также у него отсутствует USB Type-C, у него обычный microUSB, но можно заряжать любым USB проводом, что на противоударных в наше время очень большой плюс. Цена этого смартфона на момент обзора 103 доллара, но с 29 марта на всемирную распродажу, вторую по значимости на сайте Алиэкспресс, цена этого смартфона будет 99 долларов, а если еще применить купоны магазина плюс купоны, которые вам начислили, то еще цена будет вкуснее. Итак, давайте посмотрим комплектацию. Приходит он в белой упаковке, стиль Blackview. Он был упакован вот в такой вот кулек и на нем была наклейка с его параметрами. Далее находится конверт с крепкой и инструкцией, кабель для зарядки, блок питания под наши розетки, он 6-ваттный, 5 вольт, 1,2 ампера. С помощью этого блока питания заряжается он около 7 часов. Напомню, что емкость аккумулятора 5580. У смартфона типичный вид для защищенных смартфонов. Поверхность корпуса из защищенного пластика покрыта специальными протекторами, благодаря чему он чувствуется в руках и не скользит. В центре, к сожалению, из пластика наклеена вставка с надписью Blackview. Модуль здесь это стекло, основной вот этот, эти два вспомогательные. Рядом располагается вспышка, яркость ее очень радует. Как вспышка, так и фонарик огромный плюс. Над модулем располагается отверстие. Это не второй микрофон, это клапан давления. Чтобы компенсировать во время погружения под воду или каких-то, может быть, неестественных условий, внутреннее давление, чтобы не вредило внутренним частям электроники. Но не волнуйтесь, через него вода внутрь корпуса не попадает. Корпус полностью защищен заглушками. К примеру, сверху над экраном располагается разъем для наушников. Вот так выглядит эта заглушка. И внутри, аж под корпусом, приблизительно на 4 мм ниже, находится уже само гнездо для наушников. Я подсоединял современные стандартные штыкера. Без проблем входит, без препятствий. Ну а если какой-то, конечно, ручная работа, то вряд ли он туда зайдет. Я имею в виду самопайка какая-то. Снизу также заглушка толстая, резиновой какой-то силиконовой прокладки, как, например, у смартфона Ocitel 1 и 2 модель. Это у нас Ocitel W5 Pro, а это Ocitel WP8 Pro. Так вот, там есть как раз такая заглушка. Но здесь зато вход без всяких удлиненных USB подключаться может любой USB-провод. А это у нас отличный, громкий и передающий все оттенки звука динамик. Динамик для передачи внешних звуков. Это у нас микрофон. Справа от экрана располагаются три кнопки. Это кнопка громкости и кнопка питания. Эти кнопки выполнены из сплава алюминия. Ну а слева от экрана под заглушкой находится лоток для сим-карты. Вначале необходимо нажать в отверстие. Извлекается лоток вот таким вот способом. Слегка поддеваем и извлекаем его. Лоток у нас либо для двух нано-сим-карт, либо для одной сим-карты и карты памяти. Карту памяти поддерживают до 128 гигабайт. Ну а теперь необходимо вставить и до конца скрепкой помочь аж туда внутрь. И чтобы отлично все село, давим заглушку. При условии, что все заглушки должны находиться вровень с корпусом, только тогда будет защита. Вот например, если вот так будет приоткрыто, тогда вода попадет внутрь корпуса. И телефон уже не подлежит ремонту, так сказать. То есть надеяться на него уже нельзя. Также снизу над разъемом располагается небольшое ушко, в которое может зацепиться ремешок, чтобы носить на руке. Продеть в него можно как расплюснутый ремешок, так и обычный как в виде петли. Теперь обратите внимание на кромку корпуса над экраном. Она выступает на 0,5 мм. С учетом, что здесь сейчас наклеена пленка тоненькая, но это очень хорошо. Почему я обращаю внимание в противоударных смартфонах на эту кромку над экраном? Потому что когда вдруг он упадет, то благодаря этой кромке усиливается защита. От песчинки экран уже не будет хотя бы поцарапан. Хотя здесь и защита горела глаз, но все равно лучше прикупить хорошее стекло. Пленку, которая наклеена уже с комплекта, снимаете, клеите сюда стекло и гарантия защиты будет уже гораздо выше. За время использования я увидел, что смартфон хорошо справляется со всеми повседневными задачами. Я не имею ввиду звонки, я не имею ввиду что-то из такого обычного. Я имею ввиду, что, например, в играх, используя браузер, несколько вкладок, какие-то другие приложения, справляется шустро, быстро. И что мне нравится, что у него очень сочный звук. Чуть-чуть позже мы его послушаем. Давайте сейчас посмотрим его экран. Сверху над экраном располагается камера. Здесь у нас находится динамик. Ну а здесь датчики. При подключении к зарядке у него вот такая вот анимация. Довольно красивая по-современному. Но не об этом речь. Сверху располагается красным цветом индикатор. У этого индикатора три цвета. Зеленый, красный и синий. И здесь расписано в каком режиме, какой цвет. При подключении флешки флешка начинает мигать. А вверху появляется уведомление о том, что подключена флешка. То есть как OTG внешние флешки, мышки и клавиатуры он поддерживает. Также от этого смартфона можно заряжать другие девайсы. Сейчас я подключил через переходник OTG, который, к сожалению, не входит в комплект. Но, например, подключая Oukitel WP5 Pro, включаем и у нас здесь появилась медленная зарядка. Конечно, это не скоростная зарядка, но тем не менее. И примечательно, что у нас появилась возможность передать информацию по кабелю все файлы, которые находятся здесь, в этот смартфон. Мы выбираем, как и на компьютере, передача файлов. Здесь мы переключили. А здесь включаем. И видим, что у нас внутренний накопитель этого смартфона здесь показан. Представьте, я могу зайти сейчас с этого смартфона в этот по кабелю и скачать все файлы. Очень удобно. Хотя такая функция есть практически уже во всех смартфонах, которые поддерживают OTG. По крайней мере, противоударные. Вот эти модели, которые здесь лежат, эту функцию имеют. Если вы об этом впервые слышите и узнали это на нашем канале, от меня, тогда ставьте лайк. Люблю, когда у смартфона закругленные края, но внутри экран острый. Ну, как-то смотрится по-серьезному. Максимальная яркость, кажется, не сильная. Если сравнивать с другими моделями, то кажется на процентов 85. Но все равно экран яркий. Ну, а сейчас убавим до минимума. Скажу, что все равно не хватает, чтобы еще ниже порог яркости был. Сейчас в настройках включен темный режим. Если его отключить, то весь смартфон внутри меню становится белым. Также имеется ночной режим. Тогда экран становится желтым оттенком. И на глаза уже не такая большая нагрузка. В настройках в меню значки цветные. Радует глаз. Все понятно на русском языке. Есть раздел управления жестами. Например, быстрый доступ к камере. Виртуальные клавиши. Или же управление жестами. Тоже настраивается. Кнопки можно отключить. А включить управление жестами. Что для многих уже просто без этих жестов не представляют себе жизнь. В разделе экран есть настройка автоматической яркости, которая хорошо справляется. И есть размер шрифта. Специально показываю, так как многим очень хочется, чтобы в смартфоне был покрупнее шрифт. Будет вот такой вот текст. Ну, уже получше. Конечно, не на весь экран, но относительно крупный. Также в настройках экрана есть активация при поднятии руки. Речь идет именно о том состоянии, когда смартфон в режиме ожидания с выключенным дисплеем. И когда вы его берете в руку, смартфон включается, видит ваше лицо. Не совсем быстро, но срабатывает. И уже пускает вас на рабочий стол. Если вы любитель оплаты без карты, без контактной оплаты. В наше время это очень актуально. То в этом смартфоне вас порадует наличие NFC. И эта функция еще один плюс к этому смартфону. Устанавливаем звук на максимум и включаем мелодии. Звук реально очень громкий и качественный. Мощный, громкий и качественный динамик. На всех частотах это еще один плюс этому смартфону. При запуске программы GPS Info мы можем увидеть, что здесь есть компас. Еще мы видим, какие спутники поддерживает GPS, GLONASS и Beidou. А также, как он быстро связывается со спутниками. Уже нашел 11 спутников в частном доме. Однозначно для навигатора подходит. Еще один плюс. В Antutu бетчмарк он набрал 75 466. Это развернутые показатели. Почему так мало, возможно спросите вы. Все дело в бюджетном процессоре. Но благодаря 10 андроиду и 3 гигабайтам оперативной памяти, кажется, это его наоборот усиливает. Разрешение экрана 720 на 1440. Задняя камера 8,1 мегапикселя с разрешением 3280 на 2464. Модуль отрисовки, который отвечает за графику PowerVR ROGUE GE8300. Процессор четырехъядерный MTK6761V. Максимальная частота разгона 1800 МГц. Если разрешение экрана 720 на 1440, значит в YouTube максимальное разрешение просмотра видео будет 720 на 160 кадров. Экран на 5 касаний. Но вы знаете, он очень чувствительный. В перчатках справляется без проблем. К примеру, вот я нажимаю на цифры. Без всякого усилия срабатывает очень шустро. Поэтому действительно противоударные смартфоны для экстремальных условий. Передняя камера на 5,1 мегапиксель с разрешением 2608 на 1960. Но вот в отношении видео снимает передняя камера 720 на 30 кадров. А задняя снимает 1080 на 30 кадров. Вторые два модуля кабета без эффект буке. А еще один как бы отвечает за макросъемку. Аккумулятор на 5580 мА. Но результаты, которые сейчас вы видите на экране, показывают, что он не дотянул. 5023. 5580 заявлено. 523 по факту. Кстати, сделано фото на этот смартфон. Но в YouTube, проведя тест от 100 до 0%, он себя хорошо зарекомендовал. Полный тест этого обзора. Сколько же часов он продержался, я в этот раз вам не скажу. Посмотрите этот ролик. Но продержался он однозначно хорошо. Также у этого смартфона 13 датчиков. Можете нажать на паузу и рассмотреть, где стоит какой-то производитель. Значит, эти датчики здесь есть. Теперь стоит провести тест в игре. Он, конечно, не игровой. Но на минималках в любых играх работает. Игра Asphalt Nitro. Простая игрулька. Быстро срабатывает. На ваших глазах вы видите. И звук вы тоже слышите, какой громкий. Мне кажется, что я должен сам себя прям перекрикивать. В начале я начинаю выведу. И скопаем. То есть провести приятное время за такой короткой. Ну что ж, подведем итоги и вам нужно будет увидеть тесты камеры. Этот смартфон вас будет выручать, если вы ведете активный образ жизни или имеете профессию, где обычный смартфон просто умирает. И даже если вы любите какой-то неубиваемый кнопочный телефон, то все равно он подвергнут опасности, например, если упадет в воду. Этот же смартфон, например, если на него выливается вода, ничего этому смартфону не будет. Он защищен, также имеет защиту от падений с высоты примерно метр или метр двадцать. Под водой он может находиться полчаса на глубине полтора метра. Есть встроенный NFC, разъем для наушников, хорошая камера, как вы дальше увидите, мощный звук. И этот динамик защищен сеткой, везде стоят заглушки, две сим-карты. Может быть, кому-то 32 будет мало встроенной, поэтому придется пожертвовать одной сим-картой, но установить карту памяти. Три гигабайта оперативной. Кстати, давайте освободим все и посмотрим, сколько сейчас свободно. Очистив память, у нас из трех гигабайт полтора сейчас свободно. Очень хорошо. Есть FM-радио, но без наушников не работает. Также есть папка под названием набор инструментов, в которую входят такие функции, как компас, шумомер, настенный уровень, просто уровень, замер высоты, лупа, транспортир, отвес, шагомер, а также фонарик. Также у этого смартфона двух диапазонный Wi-Fi, 2,4 и 5 ГГц. И Bluetooth версия 5.0. Еще посмотрите, какой прекрасный защитный чехол, книжка для этого смартфона. Кажется, для противоударного было бы нелогично. И так все защищено. Но нет, хозяин любит, чтобы и защищенная техника, будущий хозяин, хочет, чтобы он был в хорошем самочувствии. Обратите внимание, что у него силикон из черного цвета у этого чехла. Над экраном здесь чехол сам выступает. Все отверстия совпадают. Правда, к заглушкам уже будет сложнее добраться. Кнопки защищены самим силиконом. Внутри имеются кармашки и место под фотографию. И еще здесь для какого-то кэша. Посмотрите, здесь магнит, здесь под камеры. Здоровски. И в комплекте идет еще ремешок. Теперь точно не страшно, если он упадет. Правда, смотрится громоздким, но реально мужским. Такой лапоть в чехле стал однозначно больше. Думаю, что вам, если нужен тоже такой чехол, вы сможете найти ссылку в описании. Думаю, если вы стали перед выбором покупки какого-то смартфона, то согласен, это новинка от компании Blackview и по доступной цене. Но, кажется, вам нужно еще посмотреть обзоры на эти смартфоны. Обзоры на них будут здесь в подсказках, а также в описании под видеороликом. И ссылку, где можно купить этот смартфон. До встречи в новых видеопроектах. Сейчас тесты фото. Пока. Снимается на переднюю камеру с разрешением 720, Blackview 49.00. Но видео, конечно, плывет, по крайней мере, то, что я вижу на картинке. Сейчас протестируем задний модуль камеры и сделайте выводы. Задний модуль камеры, конечно, получше снимает видео. В 1080p. 1, 2, 3, 4, 5. Пасмурная погода. Посмотрим, как справляется он с автофокусом. Вот автофокус меня радует. Убрали, он подстроился, поднес. Он подстраивается под передний план. 1, 2, 3. Проверка связи. Теперь тестируем ночные видео, а потом фото. Тестируем Blackview 49.00. 1080. 30 кадров. Звук слышите? 1, 2, 3, 4, 5. Ночная съемка. Полная, полная темнота. Так, время. Фокус. Ну, в ночное время фокусу нужно поиграться. Ну, а так справляется неплохо со своей задачей. Коты. Рыжик. И малыш. Так, это ночные тесты. Теперь передняя камера. Только 720 на переднюю камеру. 1, 2, 3, 4, 5. Ночные тесты. Ну, что ожидать? Нормально. Нормально снимает. Терпимо. И звук вы тоже слышите. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь фотографии. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 7, 9, 9, 10. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 2, 5, 6, 8, 10. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok